Привет, с вами Олег Мегрюков и в этом видео я хочу дать несколько вариантов ответов на интересующие начинающих предпринимателей важные вопросы. Один из таких вопросов, которые я получаю в своих письмах, это как найти свое дело, которое может вам приносить и прибыль, и получать еще от этого удовольствие, и еще постоянно в нем можно было бы совершенствоваться и развиваться. Порой вообще человеку трудно сделать какой-то точечный выбор, куда пойти, к чему приткнуться, а тут еще решение какое-то надо принимать, и чего я хочу определиться, для большинства это страх и ужас в голове, диссонанс какой-то возникает. Поэтому первое, что вам необходимо сделать перед тем, как начать двигаться в этом направлении, нужно остановиться, сделать стоп-тайм, переключиться, потому что в спешке вы можете наломать еще больше дров и загнать в себя в депрессию. Поэтому я вам хочу дать несколько полезных инструментов, которые помогут вам, прежде всего, упростить ту задачу, как вам выбрать свой путь и что с ним делать и где его найти. Дальше вам необходимо задать себе следующие вопросы, без которых вы не сможете определиться, и ответить на эти вопросы сможете лишь только вы, и я вам в этом помогу. Ну, первое, что вам необходимо акцентировать на что, внимание, это то, что мне нравится, и что мне хочется, то, чем мне хочется заниматься, но у меня мало в этом опыта, я мало в этом специализируюсь. Ну, пример тому, что вот мне хочется ездить на мотоцикле, и мне это нравится, но у меня нету опыта, практики нету определенной, понимаете? Я хочу, например, стать инвестором, помогать людям, но у меня нету знаний в этой области, потому что на этом надо обучаться какое-то время, понимаете? И вот таких вот пять вариантов вы выписываете в эту категорию. Следующий вопрос, который вам необходимо ответить себе честно, отвечаете, это второй вариант, это в чем я профессионал и в чем я специализируюсь, то есть, как говорится, кто на что учился. Вы вспоминайте, но нету желания, нету вот этого рвения, нету такой, знаете, мотивации, то есть, в этом упражняться. Ну, например, для того, что мне нравится, например, там лечить людей и реабилитировать их, но нет особого в этом желания и горения. Или, к примеру, обучать там детей, но рано или поздно там пришло такое время, когда мне это уже делать не хочется. Понимаете, да? Вот вы тоже самое пять вариантов выписываете в этом направлении. И третий вариант, третий этап, который вам важно сделать, вы определяете рынок и выписываете пять пунктов, что лучше всего продается. Или, третий вот вариант, или, как можно сказать, за что хорошо платят. Да, вот, мониторить этот рынок и выписываете. Ну, на примере, хорошо платят профессиональным разработчикам программ в сфере IT. Или там прилично зарабатывают те, кто внедряют инновации, технологии в своей работе. И на этом выстреливают и получают хорошие там заказы, продают неплохо. А эти тоже пять вариантов вы выписываете. И после того, как вы это сделали, берете и со всех этапов, которые вы выбираете, вот эта цель, вот эта точка, вы выбираете одну нишу или одно дело, которым вы хотели бы заниматься. Это может занять какое-то время. Не спешите сразу, продумайте, протестируйте, проанализируйте это. Выберите этот путь и начните копать, не знаю, до тех пор, пока там нефть не пойдет, золото, пока вы скважину не доведете до совершенства. И так, чтобы оно вам приносило материальное удовольствие, духовное, как говорится, раскрытие вам в этом пути. И, соответственно, чтобы вы могли постоянно в этом рассовершенствоваться. Я желаю вам удачи, всего вам хорошего. Присоединяйтесь на мои контакты, фейсбук, соцсети. Подписывайтесь на канал, ютуб. Будет очень много полезной, интересной вам информации. Всего вам хорошего и успехов.